привет всем сегодня продолжаю свои обзоры и сегодня будет обзор вай-фай камеры беспроводной вай-фай камеры которая уже пришла давненько просто не было времени снять обзор заказывал одного человека знакомого и он не оставил поиграться на время чем комплектация комплектация самая простая даже без коробка так как там на пару долларов будет дешевле ему коробок особо нужен не буду сама беспроводная камера не я расскажу чуть позже и больше блок питания 5 вольт 2 ампера стандартный по качеству сделан хорошо более-менее шнурок китайский около полуметра сетевой и одна из самых важных частей это драйвера собственно к этой же камере давайте подробнее о камере камера без проблем подключается к сети как через лан кабель так и через беспроводную сеть для первого подключения настройки нужно подключить через кабель потом запустить с диска специальную программку для ее поиска в сети так как там стоит dhcp и на камеру выдается автоматом айпи адрес то есть ее найти не так просто поэтому ставится программка запускается и находится камера в сети по айпишнику дальше когда мы попадаем в админку на нее мы меняем айпишник на статику и привязываем ее жестко к там определенному айпишнику допустим я привязывал к трем единицам собственно что она еще умеет это поворотная камера то есть не просто так поворот по горизонтали равен 355 градусам а по вертикали это около 120 градусов также она имеет в себе 211 получается инфракрасных светодиодов и фоторезистор который отвечает за управление освещением то есть управление подсветкой вот этими инфракрасными светодиодами в ночное время сейчас я покажу как он работает кстати вот захват в камере фокусировка ручная то есть вращается собственно вот при полном затемнении включаются светодиоды на максимум это четко видно на камеру они здесь фиолетового сейчас цвета то есть для глаза не будут красного цвета это единственное что может выдать камеру в ноте крону кроме движения движение у нее очень тихоходные так как там стоящиеся сервоприводы и они очень тихоходные на удивление то есть показать как она работает я смогу но это будет второе видео то есть полный обзор ее функционала веб админки и настроек сейчас просто краткий обзор также у нее есть функция камера собственно сама название извините что я не называл ее в начале называется она как айпи камера айди два ноля два а с поддержкой д днс в ней уже прописаны внизу на бирке адреса днс сервера с открытым портом и пароль и имя администратора и без проблем можно зайти на этот сервер как с локалки по айпиш нику так и с любого места введя эти данные и подключиться и наблюдать грубо говоря программа которая идет в комплекте называлась мастер собственно она запускается для локалки она умеет брать запись ставить несколько режимов патрулирования и там возможно подключить вплоть аж до 64 у таких вот вот камер айпишных то есть функционал слегка там ограничен то есть и вторая часть я оставил приложение на телефон android называется айпи кам view light она тоже довольно таки удобно и туда можно добавить до 6 камеру бесплатной версии собственно также подключаться через ddns без проблем то есть по качеству съемки здесь 300 тысяч пикселей то есть это 0 3 мегапикселя и возможность держать поток до пяти грубо говоря пользователей которые могут наблюдать за этой камерой одновременно то есть в целом по ее использовании довольно таки хорошее качество выдает как для обычной камеры видеонаблюдения и видимость ночью до 7 метров это примерно так или даже до 10 в спецификации указано до 10 метров но я не думаю что больше 7 будет нормально так как я уже тестировал слегка то есть около 7 метров где-то то есть использовать ее для там без наблюдения на лестничной клетке то есть магазинах это очень облегчит оправить по трудоемкости протяжки там кабелей сетевых питания туда да вот единственный нюанс нужно подключать блок питания но питание в любом случае нужно то есть а так очень удобная штука следующая часть обзора будет посвящена как ее настроить как установить грубо говоря софт для ее использования на компьютер и как установить софт для телефона на базе операционной системы android всем спасибо за внимание ждите следующего обзора